Понимали, что они фавориты решающего матча. Важно было забросить как можно быстрее, чтобы снять напряжение. И с этой задачей подопечные Вячеслава Уваева справились уже на третьей минуте первого периода. Один из героев полуфинала с канадцами Тимур Шингареев отличился вновь. А через 10 минут галкипера Казахов Михаила Смольникова огорчил Егор Кривченко. Очень здорово, что мы первым же броском забили и сбросили это все равно волнение определенное. А в целом, конечно, команда более классная в сборной России, чем команда Казахстана. И играли как бы в позиции силы. Во второй 20-ти минутке Александр Торченюк забросил третью шайбу. В финале поединок универсиады полностью проходил под диктовку россиян. Многие ребята неплохо сыграли. Но опять же, эта команда была. И мы говорили, когда комментировали первые матчи. И вот как раз поражение было от Канады. И я говорил тогда, что, ребят, давайте команда уже остановиться. А то так вот все показывают. Я, я, я. Вот вчерашний полуфинал это доказал. И вот мы как радовались ребята. Возможно, немного огорчило нашего галкипера, пропущенное в заключительном игровом отрезке шайба. Сергей Белов был близок к тому, чтобы отстоять на ноль. Но главное, что гол соперника не рассредоточил хоккеистов Вячеслава Уваева. Команда сохранила победный счет 3-1. Спасибо.